За последние шесть лет в районах Чуваши открыли 150 фельдшерско-акушерских пунктов. Пока они друг за другом появляются в селах республики жителям деревни Байсубина. Уже 10 лет приходится пешком несколько километров добираться до врачей. Я 20, он из дома выходит, 6 часов на автобус садится и до центра. До центра там полтора часа еще ждет, пока регистратура откроется. Такой квест проходят пожилые жители Байсубина Красноармейского района, чтобы добраться до больницы. Прежний фельдшерско-акушерский пункт закрылся в 2008-м. Тогда решение нашли. На вызов к сельчанам стали приходить врачи из соседних деревень. Однако уже год жителям приходится ездить в больницу самим. И взрослым, и детям, и лежачим больным. До районного центра села Красноармейское, 12 километров. У меня жена уже 6-й год после инсульта. Инвалид второй группы. Самостоятельно двигаться не может. Вот мы уже вынуждены вызвать такси, чтобы доехать до районной больницы. Заплачиваем 200 рублей, обратно будет 200 рублей. Вот как накладно. Впрочем, и это не гарантирует попадание на прием к специалисту, делится пенсионер. Врачи ссылаются на электронную запись и неохотно принимают по живой очереди. Поэтому Петр Яковлев с супругой часто возвращались домой ни с чем. Есть и другой вариант. Ближайший фельдшерский пункт Вьенмурзина. До него идти пешком 6 километров, говорят сельчане. Насчет нового ФАПа приехали Минздравы, специалист приехал. Мы этот старый ФАП посмотрели, изучили. Они ответили, что старый ФАП невыгодно ремонтировать, надо что-то новое. Мы посмотрели место для ФАПа, все мы договорились. Чистенцы они у нас взяли, сколько населения живет в деревне Байсюбино. Но почему-то они на запрос населения ответили отрицательно. По словам главы Убеевского сельского поселения Надежды Димитриевой, для открытия нового фельдшерско-акушерского пункта населения в деревне хватает. Более 200 жителей и младенцы, и пожилые. Однако из районной больницы пришло уведомление. Медицинского работника для этой деревни пока нет. По словам министра здравоохранения, проблема серьезная. Решение должно быть комплексным и одними административными рычагами ее не решить. Если здание не соответствует перспективе, мы это поменяем, построим новое. Никаких вопросов здесь нет. Время сегодня обсуждается с руководством района и с руководством учреждения. Мы примем решение, доведем до населения. По факту, пояснил Владимир Викторов, скорую помощь жителям Байсубина обеспечили. Правда, сельчане все же надеются, что дело до неотложки будет доходить нечасто. Они рассчитывают на профилактику и плановое лечение, а не на экстренную госпитализацию. Оксана Замятина, Елена Дмитриева, Вадим Владимиров, Вести, Чувашия.